Трудоустройство населения, обеспечение жильем, выделение земель, инженерные коммуникации. Это не весь перечень вопросов, которые решаются посредством действующих народных приемных, которые сегодня превратились в эффективный механизм рассмотрения волнующих людей проблем. Репортаж из Новоицкой области. Общественный прием руководителей ответственных лиц народной приемной, секторов, министерств и ведомств, судебных органов в Казалтипинском районе Новоицкой области также охватил представителей населения соседнего Канемехского района. Отдельное внимание каждому обращению, дабы своевременно и комплексно подойти к решению различных вопросов волнующих граждан. В частности, на основе обращений жителей сел выровнены и покрыты гравием, асфальтированы внутренние дороги, устранены недостатки в подаче электроэнергии и питьевой воды, оказано содействие предпринимателям в получении кредитных средств, положительно решены вопросы трудоустройства, не остались без должного внимания семьи, нуждающиеся в социальной защите. В рамках действующего законодательства судами рассмотрены обращения касательно восстановления прав. После соответствующего изучения при содействии ответственных лиц второго сектора покрыты гравием и асфальтированы 7 километров дорог Махалинского схода граждан Фуркат Казалтипинского района. В дорожную карту включен еще 10-километровый участок, которые покроют асфальтом в рамках инвестиционной программы 2020-2021 годов. Также покрыты гравием полкилометра дороги в селении Катарон, Махали-Демаск, Залтипинского района. По словам Бахтынисоты Лавовой, из Махали-Майта в одном доме проживают три семьи. Есть условия для строительства теплицы на предусадебном участке, но не хватает средств. На основе ее обращения помогли с выделением банковского кредита. Предприятием-поставщиком возведена теплица. Аджалгас Джакипов из Канемехского района с 2015 года сдает документы с намерением поступить на службу в органы внутренних дел. Но вопрос так и не решается. А ведь несколько лет работал помощником инспектора профилактики. Специальная комиссия рассмотрела обращение, которое было решено положительно. В результате чего соотечественник все же достиг своей цели. В рамках открытых диалогов судьями Верховного суда Республики Узбекистан приняты 182 гражданина. После рассмотрения обращений касательно уголовных, гражданских, административных и экономических дел 37 лиц досрочно освобождены. 20 лицам наказания заменены на более легкие. 38 лицам облегчен порядок отбывания наказания в заключении. Наряду с этим в пользу субъектов предпринимательства, дыханских хозяйств и индивидуальных предпринимателей удовлетворены 20 исков на 2 миллиарда 790 миллионов 473 тысячи сумм. Примирены 11 супружеских пар, обратившихся по поводу развода. В процессе общественных приемов в Новоизской области 519 граждан подняли 523 вопроса. 252 из них решены на месте. По 107 даны правовые разъяснения. 164 взяты под контроль.